друзья всем привет субботнее утречка я сегодня пораньше встал чтобы сходить на рыночек закупиться овощами фруктами мясом и сегодня приедут здесь пол ну сейчас часам к девяти наверно приедут здесь заливать пеной золом процесс поснимаю мне самому интересно никогда не видел будут лить наверно в эти дырки туда под пол не знаю здесь будут рассверливать нет может будут а может не будут не знаю короче походу все видно будет а я вчера еще самокатик свой достал решил его вчера смазал все затянул болтики все сейчас я прокачусь до рынка на нем посмотрю в каком состоянии техническом но в принципе он дома хранился что ему будет заряд даже не потерял ничего удивительно вообще классно стоял столько времени и заряд не потерял блин а пыль здесь конечно копится пипец вот я только вывез но ночью постоял и пыль все все-таки здесь будет когда у меня закрытая территория буду завозить под лестницу ставить его и здесь будут два самоката стоять нормальные чистые постоянные коврики здесь постелю чтобы не грязно было и протирать их постоянно ну то есть все равно технику надо держать в хорошем эксплуатационном состоянии иначе она выходит из строя чем быстро и решить проблему с самокатами с обоями ну на том ладно на том колодке поменяю на тормоза а здесь вот тоже надо будет поменять поменять мне масло не масло вы ну да масло залить в оба в оба тормозной системы этот еще тянет нормально задний у него давление чуть-чуть только упала но нормально жестко зацепляет а передний так у меня не получилось прокачать прошлый год что-то прокачал поездил на 5 вот здесь вот видимо вот эта штука механизм уже все она кирдыки и затянул но она короче плохо держит там резиночки все от давления уходит жару надо менять передний суппорт ну так она притягивает потихонечку в общем сейчас поеду я не буду быстро гончить поедем потихонечку поснимаем на камеру я снова на шею повесил штучку которая давно не носил вот она и пригодилась а почему а потому что к алюминиевые раме я хотел здесь прикрепить или сюда куда-то там или сюда а здесь все алюминий она не лепится вообще то есть у меня магнит на этой камере и он не лепится ни в какое место получается вся рама алюминиевая вот взял рюкзачок и сейчас поеду только сейчас предварительно здесь дверь положу сюда на откос да про кирпичами и свезу самокат хотя бы по двери потому что на руках скидывать его тоже не очень он 70 килограмм весит ну можно конечно но зачем пачкаться все ребят а еще вот остался суда турничок пока затащил но мне в понедельник профлис будут притаскивать вот сюда его положу здесь в месяц по идее метр 20 до шириной не за метр 20 помадет вот 30 60 90 метр 20 ну ляжет короче но если что я ее туда сниму туда и все сниму посмотрим короче все ребят погнали потихонечку сейчас будем дверь класть и выезжать так ну чё вывезли стартуем всегда страшно так ездить после зимы полгода почти ну как полгода да наверное я ноябре зовет всего ноябрь декабрь январь февраль март апрель ну да полгода уже сейчас май будет не знаю просто давно не ездил и ну как бы ничего страшного нету это точнее велосипед просто сейчас надо выключить я пока эко режим включу и поедем на эко режиме 27 километров в час потихонечку я хотя бы в этом году могу есть на самокате и что-то снимать вам так надо было ветровочку водить конечно что сейчас 18 градусов а мы еще ехать будем будет ветерок но меня и слышно будет нормально ребят в том году я что-то ездил как-то крепление не пойми какие были на самокате а в этом году у меня прям под бородой и ветрозащита на камере стоит я думаю меня будет хорошо слышно а заодно и протестируем так поедем мы по бердянской ребят а тормоза у нас только задние передние слабые поэтому гонять не будем поедем потихонечку и будем заодно разговаривать а у меня камера висит и будем говорить всем кто будет спрашивать что это регистратор так над зеркала поправить все что было видно сзади приближающейся машины я поеду сегодня по бердянской тут принципе нормально по прямой потихонечку там по гравию что-то куда-то он видит непонятно давай давай паркуйся раны конечно на рынок наверное они с 8 хотя люди уже которые приехали наверно разложились я еще не посмотрел уровень накачки колес но вроде нормально и кстати не скрипит что удивительно но я смазал постоял немножечко хотя после зимы должен по идее скрипеть обычно он так делает мобили нету как говорится когда долго не ездите на самокатах надо к ним потихонечку привыкать так я наверно сейчас план здесь параулок проскочим не хочу ездить по этому гравию камни вылетают из-под протектора и попадают на крыло и бьют крыло ну вот эти сколы маленький все равно нафиг они нужны наверное сегодня во второй половине дня если получится у меня по времени поменяю я все-таки слики поставлю колеса на шоссейку вот эти попробую на них поездить принципе здесь разбортировать колеса не так сложно потому что у меня тут половинчатые диски и там просто гайки откручивается мотор снимается в принципе так не поеду по этим кочкам поедем на сверлова поеду советов и по советам там нормально поедем по нормальным асфальту а потом через парк свернем на аллею булыжную мостовую которую сейчас отремонтировали там по ней прокатимся заодно нормально там ездили часть девчонки пошли какие-то школу наверно или куда-то еще они все здесь носят такие штаны здесь разве тройки эти какие-то балахоны непонятно ни фигуры не видно ничего белая рубашка и штаны и вся а мы с вами вот так вот утром вышел классно на улице солнышко у меня всегда во дворе с утра солнце и приятно когда с утра солнце знаете как день начинается солнечный и получается что выходишь уже сразу раз и на улице не на балкон а на улице у меня сейчас там где-то терраса получается так подождем мы не торопимся плохо что сейчас много зелени и обзор плохой обзор плохой с обоих сторон и практически не видно машин вот так вот короче будем камеру использовать вместо регистратора и люди будто спрашивать а что у вас камера а я на самокате регистратор ну не будешь я у постоянно снимать ну нафиг вот а в принципе использовать камеру как регистратора неплохая идея да и за одно контент можно снять ну конечно ездить надо аккуратно чтобы без аварийно особенно на самокатах до водителя все равно она в машине водитель в машине а на самокате ездить опасно если вы вы даже не пристегнете здесь по факту если будет какая-то авария этого кран бит кран дэц так что ездить надо аккуратно что-то я первые в года купил когда его я гонял сильно сейчас уже это больше спокойно и мне не хочется летать тем более с такой скоростью такой спокойненькой оно комфортно знаете теперь понимать начинают эти самокаты которые там ну написано то скорость до 45 километров в час блин 45 это уже нормальная скорость приличная кстати вот у меня первый самокат который дома сейчас тоже стоит у него там один мотор один киловатт ник или 1200 или один киловатт в принципе он жену распуляет до 50 точно то есть когда я ездил на нем он по спидометру показывал 55 ну там наверно с горочкой чуть-чуть было вот а так по прямой 45 он дает нормально жару вот так что я тогда ездил помню и в принципе приличная скорость была да ну и на этом знаете хоть он и сотку разгонит наверное не знаю как но страшно ребят сотка это это убийство я не знаю я сейчас вот больше чем сорок пять пятьдесят шестьдесят километров уже страшно потому что во первых неровности во вторых без демпфера дополнительного на руле такие самокаты с коллиматорной системы подвески начнут начнут вибрировать руль и от любой кочки он может дать в сторону и соответственно это на такой скорости смерть будет поедем сейчас по новому асфальту прокатимся вот там сбоку там заасфальтировали посмотрим что там за дорога но они по-хитрому сделали видите для людей которые там живут здесь у нас значит дорожка получается асфальтированная да и с камнем но с этой с плиткой или заборчик глухой чтобы машины здесь не ездили но по булыжной пусть ездит правильно а мы сейчас как-то здесь пересечем выйдем на дорожку и по дорожке проедусь не торопясь но надеюсь рынок уже открыто время 7 54 я вообще хотел с утра сгонять часов в шесть смотреть что там кстати этот неприятный звук до тик 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 так осталось на скорость его нет и есть я услышу не знаю что за звук и никак я от него не избавлюсь прям боль моя я его искал и так искал и приседал уже еду на нем и все равно нифига не это не слышно что это хорошо бы конечно защиты ездить на что-то мне как-то стремно одевать и она какая-то вообще но не очень удобно так стоп а почему сегодня рынка нету не понял а сегодня какой день недели ребят сегодня суббота и нету рынка это как суббота обычно по субботам здесь рынок ребята чего происходит какой-то праздник что ли или просто готовится к празднику не понял а почему нет рынка не понимаю ну значит поедем на центральный рынок центральный рынок поедем по этим обратным ходом нормально так приехал блин хотел закупиться а получается что рынка нету нормально а почему непонятно но что-то в комментариях напишет почему сегодня рынка нету не знаю быстрее ехать холодно так где-то там был съезд вот он здесь сейчас заедем а там слив сделали решеточки нормально все сейчас мы вот это может девушку спросим у нас коммуникация высокая здрасте извините не подскажите а почему сегодня рынка нету ярмар ярмар а сейчас шестидневная неделя точно спасибо да я рядом живу просто катался смотрел думаю фрукты купить овощи ладно понятно обычно так и переносит да но я тоже не помню такого поедем на центральный ну вот так вот видите а я забыл что это неделя шестидневная рабочая это оказывается рабочий день сегодня блин надо кстати максиму позвонить будет час но это ближе к вас к 9 часам время почти 8 я не знаю сейчас он сам наберет я правда наушники не взял собой придется мне быстро спрыгивать и в портфель лезть за телефоном вот смотрите каштан как зацвел ребят красиво да как эти грозди и винограда только в другую сторону вверх стоят прикольно и запахи такие прям вообще классный еще вот эти вот кусты вот эти белые кусты я наверно пойду гулять на эту как называется то на набережную там эти кусты прям шапкой будут стоять вот эти вот видите там в одном месте я каждый год снимаю прям шапки они сейчас вот побольше раскроются и очень красиво будет так не нарушаем переходим пешком пешком как положено по правилам так наверное на ту сторону сразу пойдем на ту сторону и да я забыл что сегодня рабочий день не очень так прикольно интерес я все на экорежиме ездию или на turbo но работает вроде два мотора кнопка эко отжата ну да я тогда разгонялся 27 максимум он идет эко отключаешь он дает напряжение побольше и на первой скорости едет уже 37 по-моему и 35 там предел по моторам пусть поворачит на второй скорости я не знаю там километров 50-55 он разгоняет наверное я не пробовал кстати максималки надо проверить быть максималки на каждой скорости ну на 3 я вообще очень-очень редко включаю очень редко я почти не пользуюсь ей а ну да на 2 точно я вспомнил 60 он идет точно на двух моторах turbo режим на 3 ну там на 3 я даже гажетку гажетку до конца не жму никогда вообще там слегка придавливаю он уже там 80 почти разгоняет разгоняет то есть я так понимаю что там предел конечно все таки зависит от веса райдера к примеру если я допустим сейчас вес ну 89 то логично предположить что ну до 80 я точно разгонюсь так пойдемте на рынок короче с той стороны заедем наверно или с этой пешком пройдемся овощи купим где он нам где мы обычно берем овощи и мне конечно надо в мясное проскочить мясо купить кусок не знаю что с ним сегодня делать может котлет накручу накручу к обеду а может быть просто кусок мяса как прошлый раз сварю и буду есть с бульончиком это бульончик получается очень жирный и не очень не очень хорошо сейчас короче жирных мультики надо попаститься да если сегодня рабочий день на субботу с раму для рынка нормально кто работает на рынке утро начинает нормально вот заодно с самокатом и дольфе вопроса вы спрошу снимаете скажу чё-чё регистрация сейчас проедем туда в нашу тете возьмем который мы берем обычная спасибо 200 да вопрос конечно дает постоянно ну конечно все если людей денег особо не то когда в городе они покупают машину целую машину за такие деньги на такую технику конечно же не будет у них денег не средств не я поменяю на пять тысяч пять на пять люди только раскладывается аж а мама наша уже торгует но мы у нее берем обычная помидоры но я постоянно берем сейчас здесь станем ямко у нас тут нормально здрасте так сейчас денежку нам перчик надо вот этот зелененький почем перчик штучек десять положительных пакетик нет я так его ям салат делаю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 нормально так мохито вот это помидор тоже сладкий 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 просто хороший я могу давать попробовать да его резать долго мне в салат резать проще большой не сейчас я ничего не буду пробовать у меня до обеда не никаких приемов вообще пищи смотри есть вот такая розовая 260 есть макрика такая 250 тоже средний ну вот это вот я возьму вот этот прошлый раз брала хороший помидорчик да я тогда взял на салат он и сочный и мясистый такие вот средненькие возьму только штук там так а вот это что буры такие вот три штучки таких что положить попробую черный приз принц у меня пока есть еще там хватит мне два огурца а послезавтра еще свеженьких возьмем все пока что мне нельзя виноград виноград пока нельзя и клубнику нельзя вот это можно не пью сами делайте тоже да еще сделать мне вот это редисчики да пакетик если ты работ пожалуйста это уже номер мне не работать вот это номер другой да 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 надо мне карта изменить что-то не сломать у вас там у вас сбербанка уже да да это не есть пинкок и сбивать вот этот номер у меня телефон не узнает в очках вот это суда подвергать от машины или сюда можно подвергать вот так хватит да он нормально восемь девятьсот шестьдесят два записать будет какой тинькофф или сбербанк тут еще втб есть у меня с втб на втб вообще без комиссии будет рахиль и правильно да сумма с какая 520 спасибо вам спасибо я вас не не меняю все время у вас беру и потому что привык уже что все хорошее качественное и постоянный к вам только вам спасибо так сейчас мы загрузим рюкзачок удобно здесь на ролях 1 спасибо как раз лимончик я в чай кладу с медом благодарю так поехали за мясом мясо надо мясо вот так пешком они задуме есть сейчас мясо еще возьмем кусочек и будет нормально чё ребят переходим на режим съемки нон-стоп когда ролики будут по три часа но это надо куда-то далеко очень чапать ну хотя в принципе чего сейчас туда обратно вернусь за 30 минут 30 минут это вообще ни о чем согласитесь ролик на 30 минут зато посмотрите утро утро рынок есть самокат ярмарки нет короче хэштегов накидаю целую кучу хэштеги это ну типа когда короче облака вот это вот прям картинку облака так я поставлю сигнализацию чтоб никто не трогал ключи заберем и все и привязывать не будем никто не возьмет вот так лепим оп готова и пойдем за мясом в тюкле не красном купили на мясца даст а не нет сегодня одяна есть здрасте сейчас 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 начал яйца возьмем мячу идите мужчина здрасте здрасте мало дочь мне яичков надо выходить и домашние или фабрику только домашние только домашние три десятка или сколько давайте три только мне как надо упаковать чтоб я их сумку положил в эту форме в рюкзачок упакуем все на такую ему сделаем четко ну слава богу я переживал а учет ищите да ищите что-то в жизни значит уже повезло а теперь держу крепко это все в своих правах правильно знаете как говорится если крепко держите ну как говорится бывает крепко держите это хуже бывает меня жена не держит и я никуда не тороплюсь не бегу так знаете есть такие ревнивец и я так ревнивец это хуже когда сильно ревнуешь это чувство собственность туда и в себе не уверен на переводом можно или лучше наличкой как он у меня просто пять тысяч разуме повезет да я тебе давала я работаю 450 50 рублей 500 и 4 500 1 2 3 4 500 это хорошо я вас благодарю вам спасибо за хороший продукт я вот сколько ем яйца мне нравится вкусно очень до молодых на тесто чистятся очень хорошо они кушайте я их варь не варю а специальные яйца варки на пару они делают нужно даже сырыми кушать если любите ну сырые я не особо потому что белок яичный белок яичный не переварится я тебя жду привет а я мимо проскочил сейчас сюда же сейчас подбежит спасибо вам да до свидания а я тебя не вижу мимо проскочил туда думаю сейчас подойдет я так и понял не мясо надо на котлеты нагрузить давай пойдете да да и по денежке недорого не мне лучше чтоб без курки без кости без кости давай вот этот кусок или пускать косточка на полиции я могу обрезать дома на косточку супчик сделать ничто давай я же мясорубку купил такую огромную промышленную промышленную на лето своих огрызков кормить и смотри 780 а я тебе щас косточку помогу вырезать не не надо кусочек оставь не а давай да у меня ж таких ножей нету жена уже уехала давно вот таким только на скоро они приедут они до 18 на все приедут потому что навсегда лучше уже навсегда ну да да и надо школу искать ну так мы как сделала я думаю это любовница дома молчу да но ты чё я не такой я могу по заигрывать так но не дам знаешь как обычно бывает наоборот же у меня так смотри какой красивый пустот из него злащи мыши белошки а я вот в это вместо в мультиварку и суп делаю бульончик тоже надо есть иногда я что-то раньше не ел думал ой фитнес диета а потом что-то как начал суп и есть и худею отлично отлично рассветы туман скоро будем чай пить вместе а ты в есть ты живешь да я там есть смотри пока да я там приеду на неделю еще возьмусь как мне чтобы это знаешь не лежала я люблю свежее съел потом приехал купил еще сварил я продукты так на готово красиво переводом или наличкой тебя лучше не без разницы хватит да да сколько я так и поняла я смотрю вижу мясо много значит здесь и не надо мелочи мне я я не беру его часть я мелочу стоять теряются у меня вон куча там дома валяется дети играют с ними это редко пользу сейчас просто разменял у меня сейчас приедут запенивать полы дошел все-таки до полов уже понедельник будто обшивать уже здание мое замучился с этой стройками там накололи немножко я не проконтролировал работа слишком много я не успел проконтролировать технические задания составить чтобы за что деньги берутся минус 100 да давай что спасибо у тебя тоже так звонок звонок это откуда реклама стопудов звонит с утречка уже до рекламу звонит урода не спится им а сегодня рабочий день все рабочий день так над сигнал снять сразу то что завяжет так а теперь все это упаковать надо как-то набрал но яйца я долго делал у меня яйца лежали долго очень свойские яйца очень отличные просто здесь 10 10 150 рублей но они огромных желток хороший я их постоянно беру там вот все время там у них беру мне нравится так вот сюда у нас отдел для ноутбука запихали яйца надо вот ремешки боковые отстегнуть пока надо будет какой-нибудь бокс придумать чтобы вот у жены там сзади крыло на самокате и там удобно там прям бокс поставить очень мило дело не влезают и вот сюда надо будет на нашу пока упакую не буду вас может все завязал такой чемодан еще что-то я тормознул хотел рюкзак на спине вести и надо было мой чемодан который я обычно вешаю сюда такой большой рюкзак он с одним отделением я его обычно беру сюда на самокат вешаю и он крепится хорошо такая сумка а этот бестолковый с кучей отделениях и там только ноутбук носить и ручку ладно фикс не все главное уместилось телефон на месте сейчас потихонечку поедем поедем а наверно по свердлово по свердлово поедем здесь потихонечку как раз сегодня успели к 9 часам сейчас подъедет максим но я сейчас приеду домой разгружусь ему позвоню наберу спрашиваю что он там как в состоянии или едут они или не едут и до руль болтает в то что тяжелый мясо взял обеду раздела сделаю сделаю что я кости не буду замораживать я сварю супчик с костями люблю их погрызть они такие на кости мясо оно сладкое остальное нарежу сделаю этот как он называется котлетки котлетки надо сделать только я сделаю их в этот раз на пару не на пару а на супу точно лайфхак поставлю короче суп вариться и сверху у меня мисочка такая белая и специально оттуда котлетки заложу и они у меня на собственном соку приготовить батарейки села остановился быстро поменял даже не снимаешь шеи и погнали дальше регистратор должен работать постоянно кстати видел много блогеров они тоже катаются на самокат одного постоянно смотрю виталика правда давно не смотрел на посмотреть чего не там как дела я тогда зимой все время усмотрел такой нормальный чел в электрике вроде разбирается неплохо такой достаточно грамотный вот так потихонечку на самокатах можно по городу кататься мы с семьей катаемся семей катаемся рада в этом году надо будет ей сидушку но не заменить по крайней мере как-то сделать ее поудобнее потому что савик подрос уже подвес зафиксировать папа жестче все болтики прикрутить там а может снять и подварить где-то жестче конструкцию сделать ну посмотрю короче в общем я и налажу его нормально сделаю у меня его коврик есть я и коврик постелю на деку чтобы танцово было нормально прикручено все жестко было так с яичками надо аккуратнее ехать а то там они прижмутся и привезу я уже яичницу они яички ну вот я покупал последний раз яйца когда я что-то вот долго них не ел а сейчас опять начал есть месяц назад брал я вот они прям пролежали жена из них что-то пекла даже делала приезжала вкусные хорошие яйца фабричные не люблю я фабричные свойски конечно можно с них и и так есть яичницу но сырые они сейчас вообще не ем вообще давно очень я переел яйца знаете когда это качался тогда железом активно и покупал в бутылках желток уже ой белок готовый и у меня соответственно переел их нормально так переел я пил прям бутылку целую выпивал ветровую яичного желтка и соответственно потом знаете как это на кишечник действует вот я в общем после этого перестал как-то сырые есть оно ничего вроде а ну пару раз я не пару наверное один раз такой я помог вот помню который один раз я сальмонелоз цеплял причем покупал я в магните где-то магнит точная в магните брал и что-то не знаю сырые съел и все и потом этот целом нелоз после него ребят не хочется не то что яйца есть страшно вообще к яйцам прикасаться потому что реально болезнь неприятная но хорошо хоть кишечник сильный у меня за сутки все прошло я быстренько я энтеросгель пачку почти съел пачку энтеросгеля воды много потому что это пипец обезвоживание идет критично по встречке там люди встают нормально а им пофигу не запоминайте что им разрешено если машина с эмблемами с дорогими то им разрешено можно было бы бегать поехали за этим ну чё немножко притопим сейчас я экорежим отключу вторую навалим уже 55-60 набирает конечно он хорошо моментально набирает а вот смотрите старт на 2 скорости на 55 он стартует моментально единственное видите тормоза конечно такие мягкие надо чтоб конечно вкапывался на тормозах на таких слабых мягких тормозах ездить конечно опасно я вот постоянно подпрыгиваю вот так раз раз потихонечку под дрифтовую и он останавливается можно конечно пожестче их нажать но это нехорошо влияет на гидравлику потому что она приминается и там вот эти пузырьки и так далее особенно в жару я помню у меня первый раз вот этот передний тормоз вылился как раз в жару прям очень сильная жара 45 была в том году я куда-то поехал где-то я что-то разогнался под тормозил у меня правый этот передний тормоз ушел и все выдумал бля и вылилось все сразу все масло оттуда все ребят я приехал сидела сегодня сделал что-то я блин 7 рано встал с пяти утра короче на рынке сегодня никого завтра будет рынок говорят но завтра нам уже не надо хотя не знаю можно слетать на транспорте она хорошо утром если в пять встаешь как говорится делать нихера надо кататься кататься но с утра кардио делать я сейчас может быть спрашиваю позвоню максиму спрошу где он там видите эти не закрывали но отшелушивается все я написал закрой закрывают вроде не всегда сейчас позвоню максим спрошу если он приедет час когда я останусь если он сказал к 10 тогда я пойду прогуляюсь прогуляюсь поставлю пока у меня ролик будет копироваться я соответственно успею кардио сделать утреннее надо не забывать что ездишь на самокате а все равно пешком надо ходить вот я доволен что я по утрам стал ездить его и ходить потому что десяточку с утра сделаешь а днем неизвестно как у тебя погода настроение так далее и вечером иногда уже ну после обеда уже не хочется никуда идти поэтому с утра спокойствие что с утра сделала кардио она у меня сейчас каждый день были завез фига блина махина тяжелая а еще с сумкой же сейчас появится проверять с ними так единственно тут вот со временем разобраться еще с подножкой она мне работает она она слишком длинная вот этот болт который здесь в нижней я не могу его открутить он не откручивается как-то его надо с чем-то срывать сильным либо срезать за другой поставить болт потому что она регулируется по высоте а мне надо сюда чуть больше наклона он постоянно подчарованно стоит и вот эта опасность что он упадет поэтому я у той ручкой постоянно прижимаю где-нибудь к стене короче как-то так ладно ребят сегодня серия была такая первопрокаточная самокатная поэтому всем хорошего дня хорошее настроение солнышко слышите у меня хорошее настроение так все получается нормально ну косяки бывают нервы бывают а потом все укладывается и получается все в лучшем в лучшем стиле энергетически правильный обмен и у вас будет всегда хорошее настроение независимо от того что у вас происходит жизни там косяки какие-то еще что-то главное вы делаете правильно и вам назад это вернется у вас будет всегда и в душе ровно и в жизни ровно и как говорится по принципу нашей планеты энергетики вам придет больше в жизни спокойно не надо торопиться живите спокойно все ребят до встречи новых сериях подписывайтесь ставьте лайки комментарии до новых до новых встреч ребят